Люди устали от ракет. Рейтинг доверия Паутину пал до исторического минимума. Рейтинг доверия президенту России Владимиру Паутину снизился до нового исторического минимума и составил 32%. Об этом свидетельствует данная опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. В ЦИОМ, этот показатель зафиксирован после выступления президента перед Федеральным собранием 20 февраля. Кремль планировал остановить снижение рейтинга позитивным посланием Путина к депутатам. В феврале на фоне снижения рейтинга доверия к Паутину послание Федеральному собранию хотели провести в марте. И приурочить к пятилетию аннексии Крыма Россией, однако позже выступление решили перенести. Это могло быть связано с желанием остановить падение рейтингов. Телеканал «Дождь» перед выступлением президента сообщал, «Что в Кремле пытались найти позитивные темы для послания Путина, это происходило на фоне низких рейтингов власти», отмечало издание «Люди устали от ракет». Цитировал канал одного из своих источников. В январе Всероссийский центр изучения общественного мнения уже фиксировал историческое снижение рейтинга доверия президенту Путину, тогда он опустился до 32,8%. Опрос другого агентства, фонда «Общественное мнение», опубликованный в январе, показал, что действия властей в последний месяц вызывали недовольство или возмущение у 54% россиян. Это происходит на фоне увеличения налога на добавленную стоимость, повышения пенсионного возраста и падения реальных доходов населения. В июне президент дал интервью австрийскому телеканалу, в котором заявил, что в России нужны люди с позитивной повесткой дня, которые знают, а не просто обозначают проблемы, которых у нас достаточно. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию 20 февраля стало самым непопулярным за последние годы. Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину составил 32%. Спасибо вам за просмотры. Подпишитесь на наш канал. Ставьте лайк и пишите в комментариях свое мнение. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok